Мне вот стало интересно, кто-нибудь сейчас ест макароны с сыром? М? Я отправился на Риджвию в фосмофобии, и там творилось что-то очень странное. Призрак начал пугать меня прямо с порога, а каждое его явление было похоже на начало охоты, из-за чего я не понимал, чего от него ожидать. Страх неизвестности, так я могу описать это дело. Половину игры у меня даже малейшего понятия не было, кто это и смогу ли я с ним справиться. Настройки сложности были такими же, как на безумии, но безопасный период меньше и есть проклятый предмет. Карты Таро, которые я потянул в конце игры. Не знаю уже какая карта, но погнали, только не Хэнгмен. Добро пожаловать в фосмофобию, меня зовут Даниил, всем приятного просмотра и вкуснейшего аппетита. Давайте сразу посмотрим, где щиток. Ага, в подвале, справа получается, хорошо. За окном у нас дождь, вроде это легкий дождик, вроде это не ливень. У нас Ро... у нас Роуз Бишоп, который сразу же нас приветствует прямо с порога. Я открыл просто блокнот посмотреть, как его зовут, хорошо. Давай попробую прямо здесь, попытаюсь вот получить радиоприемник. Ну-ка, раз, два, три, пошел процесс. Дай мне знак, сколько тебе лет. Ты старый, ты молодой, мне кажется, он уже сдвинул отсюда, мне кажется, он уже ушел. Я оставлю пока что термометр тут и схожу, включу все-таки свет для начала. Электрощиток у нас, как я и говорил, справа получается по карте. Видно все замечательно. И да, кстати говоря, карты Таро. Скоро потянем, скоро потянем. Дай мне знак, покажи себя. Смотри, здесь температура в принципе падает, я не знаю. То есть как бы оно тут не сильно высокое. Давай я все-таки схожу лучше за еще всякими прибамбасами. Так, берем, короче, еще блокнот один, видеокамеру. И давай видеокамеру даже вот со штативом возьму. И что нам по заданиям надо? Направленный микрофон. Вот направленный микрофон и возьму. Мы одно задание уже вопланили, ничего себе. Детекторы МП. Ну это ладно, это фигня, это изи. У нас ни одного задания, кстати, нет. Только вот распятие получается. Предотвратить охоту. То есть по сути, в принципе, в теории мы можем пройти как бы... Это даже без охот. Но я, честно говоря, сомневаюсь, потому что у меня 75% начального рассудка такое себе. Привиденница, дай мне знак, сколько тебе лет? Ты старый, ты молодой, ты пожилой. Так я поставлю здесь это все? Опа-на, стоп, 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 стоп. Где МП? МП? Это было здесь? Это было не здесь, подожди. А где это было? Стой, это было здесь? Подожди, как раз-таки здесь или нет? Я не понимаю. Дай мне знак еще раз. Тут вот пара изо рта шел. Шел пара изо рта. Я не понял. Одну секундочку. Здесь температура поднимается. Я думаю, все-таки призрак, да, съехал куда-то. Как минимум вот сюда, наверное. Да, смотри. Я не знаю, почему МП не было, но по какой-то причине его вот не было. Хорошо. Спонсор! В Стиме скоро стартует осенняя распродажа. Там скидки до 75% и любимые игры можно будет купить за копейки. Лучше бы как-то пополнить Стим заранее. Это сейчас сделать очень сложно, если только не знаешь про Стим Купико. Сервис самой низкой комиссии на рынке, который поможет забыть про головные боли и в пару кликов пополнить баланс Стима. Вы вводите логин своего аккаунта Стим. Пароль не нужен, поэтому ваш аккаунт всегда в безопасности. Вводите нужную сумму. Также вы можете пополнять казахстанские аккаунты Стим. Для этого переключите валюту в Тенге и встроенный калькулятор автоматически посчитает за вас по актуальному курсу. По промокоду Delimur комиссия дополнительно снижается на 2%. На сайте можно авторизоваться с помощью ВК или Телеграма и получить за это 50 бонусных рублей. Для постоянных пользователей действует кэшбэк за каждое пополнение. Стим Купикод постоянно устраивает различные розыгрыши. Поэтому скорее переходи по ссылке в описании и радуйся. Может дашь мне знак сразу сходу вот так вот? Не? Не хочешь? Как тебе еще раз? Роуз Бишоп. Хорошо. Договорились, братан. Я тебя буду называть Роуз Бишоп, а ты мне будешь давать знаки и улики. Договорились или как? Или тебе не очень устраивает такой расклад? Ну, чтобы все справедливо, чтобы честно было. Можешь меня называть как угодно, но мне не это надо, понимаешь? Мне надо кое-что другое, братан, от тебя. Хорошо, дядя? Только ты сильно меня не пугай тоже. Вот это вот, ну, тоже давай в наш договор впишем как бы немножко. Потому что, блин, страшно может быть. Так, давай, короче, я поставлю здесь штатив. Получается, отпечатков я не вижу. Вот тут вот на этом стекле и на вот этом окне тут стекло, а там окно. Подожди, стой. Нет, да, да? Нет, подожди, стой, да? Подожди. Алло. Где? Че он потрогал? Он вот тут вот потрогал? Он здесь потрогал почему-то? Так. Отлично, радиоприемник есть. Так, подожди, я уйду, потому что... Потому что сейчас очень опасная ситуация. Подожди. У меня просто такое ощущение, что это может быть либо мираж, либо фантом. Потому что сейчас они странно себя ведут. Либо близнецы. Банша это уже не может быть. Окей, призрачного огонька не было. Мне показалось, что я увидел лазерку. Наверное, мне показалось. Сколько у меня рассудка? 40 процентов. Это может быть диаген или морой. Может быть, может быть. Но это не они. Я, в принципе, около него говорил. Он не начинал охоту. Я думаю, может быть, это не якай. Мне кажется, это не мара, потому что... Не начинала охоту. Когда было... То есть, больше улик я не найду. Окей, сейчас нужно только думать. И вот я и думаю, может мне выпить просто таблетку сейчас? Или все-таки нет? Хотя, с другой стороны, да. С другой стороны, давай лучше я притащу распятие туда. Блин, и хочется, конечно, благовония, но... Ладно, ладно, возьму распятие, притащу. Хотя бы выполнить просто задание. Так, ну давай. Только, пожалуйста, не без охот сейчас. Вот окей? Братан, давай, да? Вот так вот я тебя ложу, кладу. Вот так, сюда. Подожди, нет. Стой. Нет, не здесь. А где? Вот тут? Откуда звуки, блядь? Я вот этого вообще не понимаю. Это близнецы. Тихо. Это не охота была. Блядь. Это близнецы? Подожди. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Я возьму все-таки еще благовония себе. Я не знаю, кто это. Может быть... Я не знаю, блин. Но как бы активность у нас странная, но тут был гост-эвент, поэтому это по барабану. Близнячьи активности не особо замечено, но он очень странно себя ведет, тем не менее. Ладно, я притащу вот это вот все, чтобы... Давай одну соль, я не буду делать идеальное расследование, нафиг оно надо. Хотя, может, и сделаю, не знаю. Ну, ладно, не знаю, может, и сделаю. Смотрим сейчас. Но пока что я одну соль просто банку притащу. Пока что по барабану. Так, окей, я, значит, скину вот это сюда, вот это сюда, вот это вот так вот возьму. И, получается, соль я рассыплю давай вот здесь. Если что, мне кажется, он в нее наступит по-любому. А как мне теперь быть-то? Мне нужно включить... Мне нужно включить свет. Я попытаюсь. Я попытаюсь. Тут нельзя прятаться. Окей, понял. Включаем. Все. Свет не понял. Братан. Можно без таких приколов? Окей. Да, кстати, это не джин. Он может быть... Он не может быть по барабану, в принципе. Так, главное сейчас, чтобы он на пороге тут не начал охоту, пока я понимаю. О, сожрал распятие. Ага, схавал распятие, захавал. Включил свет. Это не Мара. Я говорил, да? Это не Мара. Окей, съел распятие прямо сейчас. То есть у нас ниже 40%. Может, это диаген просто? Может, это просто диаген? Просто-напросто. А в соль он потопал? Я не знаю, не обратил внимания. А у нас не то, что ниже... У нас уже вообще... Даже тень, в принципе, могла бы... Блядь, или мимик. А ну-ка, подожди. А ну-ка, дай-ка включу. Впрочем-то, в принципе, распятие-то я как бы выполнил. Давай-ка я выпью таблеток. Потому что я хочу все-таки получить... Я не знаю, я выпью так, чтобы у меня было вот, ну, не сильно. Хотя бы у меня сейчас будет сколько? 60%? Около 60% у меня рассудка будет. Смотри. Сейчас я хочу увидеть просто, что оно выше 50 поднялось. Так. Да. Оно выше 50 поднялось. Все. Вот. Хорошо. Так, хорошо. Давай возьму фотик. Сфоткаю распятие. И поехали. Ну, в смысле, поплыли. Как это? Пошли вот пешком. Ходят же пешком. Плывут это, плавают на корабле и ездят на машинах. Ну, или мотоциклах. Но в любом случае... Ага, ага. То есть соль у нас не... Я понял. Соль у нас не наступает. Можешь, пожалуйста, наступить в соль? Я выключу эту штуку. Я хочу, потому что... Хочу чуть-чуть тишины. Так, давай включу, короче, везде свет вот тут. Хотя нет, подожди. Как раз-таки лучше здесь, наверное, свет вырублю. Может, это все-таки в итоге реально мимик? Так, выключай, говорю. Тихо, успокойся. Получается... Окей, здесь. Ага. Ну, типа, радиоприемник я уже получал? Может, это реальный диаген? Может, способность его попытаться получить? Так, еще раз. Хочу перепроверить просто огонек. Призрачный огонек хочу просто перепроверить. Блядь! О, это гост-эвент. Все, спокойно. Это гост-эвент, сука. Это что сейчас было, блядь? Это что сейчас было? Он соль наступил. И он распятие схавал. Это пизда. Где сводоткапы? Доботугуду, да, блядь. Сука. А, сюда нахуй. Сюда, блядь. Подожди, сюда, блядь. Угу. Все, это два. Подожди, подожди, подожди. Три. Пизда, я сваливаю нахуй. Все. Обоссаны трусы. Раз, два, три. Так. Тихо. Мне нужно сделать направленный микрофон. Сколько у меня рассудка? Он схавал распятие. Он обсадил мне рассудок супер жестко. У меня выше сорока. Это не диаген. Это не диаген. Это может быть морой. Это может быть морой. Блядь. А если это морой, то что? То все. Ладно, мне нет смысла, в принципе, получать радиоприемник. Мне нет смысла получать радиоприемник. Блин. Точно, это же может быть Андрео еще. Хорошо. Тогда вот что я делаю. Я еще раз вот так вот. Раз. Два. Затем. Возьму сейчас вот это. Перетащу, во-первых, пока у меня там как раз таки восстанавливается все. Надо же еще кость найти, точно. Косточку, косточку, кисточку. Так. Я беру две свечи и беру, ну, как бы вот соль. Ну, да. Сколько у меня рассудка? Подожди, я не посмотрел. Я не посмотрел на свой рассудок. 88 процентов. Замечательно. Замечательно. Значится, делаем тест на Андрео сейчас. Первые три свечки. Свечек до этого не горело, поэтому нам, впрочем-то, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Короче, нам абсолютно. Нам абсолютно. У нас абсолют присутствует. Где ты? О, у меня одно распятие же только осталось. Так, подожди, он тут еще? Нет. Он перешел вот в эту комнату именно, что да? Да? Ведь да? Термометр? Почему пара изо рта идет, а термометр не идет? Так, может быть надо... О, подожди, вроде пошел. Пошел, пошел процесс. Все, пошел вниз. Так, иди сюда. Значит, смотри, кладу распятие вот здесь. Не надо, не надо, не надо. А хотя стоп. Это же... Это он просто выключил свет. Окей, хорошо. Я подумал, это просто гос-эвент, который... Он и не делает сейчас будет, поэтому... И смотри, я даже держу вот распятие с собой. Ой, это не распятие, дурак, это благовоние. Ну хорошо, вот благовоние держу с собой. Держу с собой благовоние. Это не благовоние, блядь, это свечак. Уже хотел фургон бежать, чтобы это вспомнить, как называется. Так, ты не-не-не. Не-не-не-не-не, братан. Не, братулек, не надо, не надо. Не надо. Так, хотя давай, вот, смотри, задуй. Задуй свечу. Потуши свечу. Как ты, блядь, этот штатив урай... А, ну хотя... Но все равно второго тира штатив. Ты что, офигел? А ну-ка. Не знаю, зачем он мне правда нужен все равно, в любом случае. Опа-на. Смотри, ставим. Смотри. Третья свеча пошла. Так. Ага. Стой. Или нет? Или это уже была третья? Или это уже была третья, блядь? Я не совсем понял. Неужели это Андрё? Что-то там опять... Что-то сделал. Вот тут что-то сделал? Дай мне знак, покажи себя. Так, хорошо, ладно. Это точно не мираж. Я могу попробовать его сфоткать, если он вдруг появится, конечно. Я, короче... Смотри, вот тут вот раз, два, три вот так вот делаю. Все. Задул свечу. Ну-ка. Жрет или не жрет? Блин, я правда не уверен. Там почему-то просто на детекторе АМП было три точки. То есть как будто он... Как будто он в тот момент, когда я зажег свечу, сразу же ее опять затушил. И просто из-за какого-то бага она осталась горящей все равно, как будто. Ну, как будто я два раза поджег, знаешь. А если так сделать, то Андрё, ну, не начинать ничего. То есть ему нужно, чтобы больше свечек не горело. Но... Что мне делать? Я предположу, что это не Андрё. Потому что, ну, как по-другому-то? По-другому никак мне. Саженный распятие, саженный распятие. Так, окей. У нас, в принципе, хорошо все. Ладно, давай я все равно оставлю вот так вот. И, короче, окей. Вот тут вот ложу, кладу благовоние. Положу благовоние. Дай мне знак. Поговори со мной в направленный микрофон, дружок. Пожалуйста, поговори со мной. Поговори в направленный микрофон. Дай мне знак. Скажи что-нибудь. Если это якай, то подожди. Дай-ка проверю я. Дай-ка я проверю. Так, задул свечку опять, хорошо. Дай-ка я проверю, смотри, на якай я сейчас. Так, ну да. Тут на Твинтеракшн не особо что-то похоже. Вот якай сейчас может охотиться. Окей, у нас 72% рассудка. Возьму еще соль и возьму еще одну вот эту вот благовоние. То есть сейчас я просто поговорю рядом с ним. Долго-долго, много-много. И посмотрим, что там и как там. Так, давай зажжем свечку еще раз. Пробую. Ладно. Дай мне знак. Покажи себя. Дай мне знак. Блядь. Что это было? Что это было? Откуда это было? Оттуда было что-то. Свет померцал просто. Я испугался. Дай мне знак. Может это близнецы? И блин, прямо на пороге две комнаты со всех сторон просто забивают. Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Ты пожилой? Дай мне знак. Блядь, очень стрёмно. Подожди, опять? Подожди. А, свечку задул. Дай мне знак. Хотя, блин, может сохранить свечки до того момента, пока у нас не будет это? Да, давай сохраню, пока не будет рассудка у нас низкого. Пошепти в направленный микрофон, братан, пожалуйста. Давай по-по-по-по, ну, как бы по красивому, по красоте, чтобы было. Расскажи мне историю какую-нибудь. Расскажи мне историю. Покажи себя, расскажи историю. Докажи, что ты хороший рассказыватель историй. Хороший рассказчик историй, давай. Как ты сдох? Чё случилось? Упал? Сердце встало? Чё? Чё произошло? Дядя. О! Опа-на! Так, смотри, он пошептал. Если это морой, то у нас сейчас начнёт рассудок падать. Он не начинает сейчас охоту. То есть, странно. Типа, да? Окей, у нас 75% рассудка. Если это морой, я буду стоять в свету специально. У нас начнёт рассудок падать. Всё равно, несмотря на то, что я на свету стою. Давай ещё раз, ещё вот попробую немного. Так, тихо. Сюда. Сколько тебе лет? Блядь! Не трогай! Не дотронулся. Не коснулся. Лох! Перегазовал! Иди сюда! Чё? Не можешь догнать? Всё? Лох! Из дома не можешь выйти. Предмет проклятый не отпускает, да? Любимый предмет, любая вещь. Призрака, пизда, рулю. Ух! Не тронул. Не тронул 71% рассудка. Чё это за хуйня? Ну, это гост-эвент. Ну, вот это... Ну, это был гост-эвент. Я не знаю. Я на это сейчас не буду рассчитывать, что это близнецы. В любом случае, по охоте. Можно будет, возможно, понять, что это близнецы. Окей, по красоте сделал. Мерцает светом. Неплохо. Бля, очень атмосферно. Подожди. Влажность? Влажность? Нихуяси на досках. Влажность присутствует? То есть, это значит, что... Короче, всё круто. Так, подожди. Можно сфоткать всё на свете, кстати. Ну, три, четыре. Ага. Всё. И получается, теперь бы косточку найти. Костную муку, в смысле, да? Найти бы сейчас костную муку. Ты успокоился бы лучше, блядь. Вместо вот этого всего. Так, подожди. Это пока... Я, короче, пойду искать кость. Мне нужно кость найти. Я возьму два благовония даже с собой. Хотя, в принципе, тут, ну, как бы сбежать не сильно сложно. Но мало ли. А что? А вдруг? А вдруг стрельнет, да? Это... Как это там? Ружьё Чехова вот это вот не хотел, как будто, да? А вот оно, ну, типа... Вот так вот. Ну, короче, да. Не важно. Не, 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 ну, не важно. Тут костей нету. Значит, закрываю за собой двери, чтобы просто не запутаться потом. Тут тоже выключу свет, потому что... Ну, так лучше будет. Может быть, здесь кость? Ну-ка. Коморки вот этой вот призрачной. Нет, тут нету. Хорошо, тут. Чё, тут тоже нету. Окей. Любимая комната призрака. Почему? Потому что тут и пианино, и кудахтер есть. Он там чё-то... Блин, такое чувство, что он за мной ходит. А, у меня же нету ни одного вообще места, где я могу спрятаться. Я уже вроде выключил укрытие, да? Я уже забыл. Уже просто крыша поехала, всё. Ладно, в подвале посмотрю. Посмотрю в подвале сразу, потому что... Вот, первый этаж я весь просмотрел. На первом этаже нигде кости нету. Вот это вот фонарик на голову, вот это крепление на голову. Ну, второго класса тоже. Третьего тира ещё круче, конечно, третьего класса, да? Но... Да ну нахуй. Он нахуел? Вот этого прикола я сейчас абсолютно не понял. Так, подожди-ка. Я сразу выбегаю, стоп. Я потом кость найду. У меня же таблеток не осталось, походу. А я кость ещё не нашёл. Реально? Да ладно. Да, у меня таблеток вроде не осталось больше. Не осталось. У меня 30... Блядь, я долбоём. Надо было хотя бы одно оставить. Это морой. Это морой, потому что он проклял меня. Блядь, он эту наложил. Как там это говорится? Порчу, блядь. Короче, да, это морой. Потому что... Потому что, видишь, у меня рассудок по-бешеному просто сажается и всё. И ничего невозможно с этим сделать. Но здесь косточки нету. Да, вот с этой стороны. С этой стороны я всё просмотрел. С той стороны чё? С той стороны? С той стороны у нас тоже вроде бы её не было. А я не... Блин, я правда... Я просто не обратил внимания из-за того, что, ну, как бы охота началась вот это всё. Окей, да. Да, видимо, тут нету. Блядь, страшные звуки. Подожди, успокойся. Я не хочу, чтобы пробки вышибло, поэтому я лучше здесь выключу сейчас свет. И идём на второй этаж. Так будет лучше. Потому что погнали на второй этаж. Ух, так, хорошо. На втором этаже чё? На втором этаже я тоже, естественно, нигде не могу бряться, да? Правильно. Кость. Кость, кость, кость. Кость, ты тут? Блядь, он же сейчас супербыстрым станет. Он же сейчас просто бешеным будет. Это капец. Ну, кстати, интересно, он не ох... Так, кость. Он не охотится пока что. Допиздился. Охотится. Вот сейчас я не зря два благовония взял, потому что, блядь. Потому что сейчас, если он придёт сюда, то мне не убежать отсюда было бы с одним благовониям. Особенно если он быстро будет. А он быстрый. Уже слышно, что он быстрый. Да. Потому что тут просто прямой коридор, по которому... Ну, онрилл будет убежать с одним часом благовониям. Один раз заблаговоняю, побегу, если он в ту сторону сразу пойдёт. Он меня потом быстро догонит очень, как только благовония как бы закончится и всё. И пиздец. Так, охота закончилась. Хорошо, кость я собрал. Окей. Где бы мне потянуть? Где бы мне потянуть карты? Ну, давай-ка, знаешь где? Давай какую-нибудь комнату уйду. Давай, не. Смотри, я знаю где. Тут я вырубаю свет. Смотри. Вот в этой комнате. Вот тут вот. Ага. Блядь, сука! Что это за хуйня? Это не... Это... Это гост-эвент. Фух. Блядь, курва. Это гост-эвент. Это гост-эвент. Я обосрался сейчас. Что это было? Так, я хочу... Я хочу взять распятие. Как минимум ещё. Так, тихо. Распятие. Окей. Распятие сразу подожди. Благовония вторая. Тоже забрать. Блядь. Курва. Тихо. Не трогай. А... Где... Ещё одно благовония. Вот так, сюда, быстрее. Всё. Чтоб распятие просто здесь было. Потому что... Чтоб он на мне тут вот не заспавнился ровно. Так. Сюда. Сюда. Всё. Препейринг произошёл успешно. Так, погнали. Пошёл процесс. Первая карта. Кольцо фортуны. Зелёное. Зелёное. Значит, восстановился 25%. Пизда. Он съебался куда-то. Попадал. Я возьму второе благовоние пока что. Даже вот так вот сделаю. Смотри. Опа-на. Ага. Ну, тут одно оставлю на всякий всё равно. Охоты долгие очень. Всё, охота закончилась. Так, хорошечно. Тогда вот так вот. И пошёл процесс. Дальше следующая карта. Это уже третья. Окей, только не Хэнгбэн. Пожалуйста. Дьявол. Угу. Давай, только не лопай лампочки. В данную секунду тут находиться немножко опасно. Блядь. Даже не немножко. Пожалуй, я отойду вот сюда. Пожалуй, я отойду сюда. Давай тут. Тут хоть и распятия нету, но... Мне кажется, тут поспокойнее. Шёл процесс. Солнце. Блядь. Дебил. Хорошо, не солнце. Обманули. Понял. Вот смотри. Типа. Ладно, он не там заспавнился, но... Было всё равно опасно. Где он? На втором этаже? Да. Он на втором этаже. Поэтому я пока что здесь спрячусь. Фух. Окей, он был близко. Я не знаю. Я боялся, что он дойдёт до меня, потому что они иногда могут в эту ночку всё-таки зайти. Итак, пошёл процесс. Давай дальше. Значит, сам... Не знаю уже, какая карта, но погнали. Только не хэнгмен. Блядь! Да курва! Ну почему же? Ну ёб твою... Блядь! Ёбаная карта Таро, сука! Иди в жопу! Ермит! Блядь! Мы ж подружились на прошлом стриме. Ёбаные карты, мы же договорились. У нас же нормальные отношения были уже. Они опять что-то готовят, блядь, как будто. Вот это вот... Я их знаю. Я карты Таро знаю. Они опять как будто... Вот это вот их заигрывание, блядь. Типа, опа! High Priestess. А вот хуй тебе. А потом, опа! Хэнгмен. А не, пока что рано. Они, блядь, вот так вот играют со мной, сука. Я сейчас с вами, блядь, поиграю. Я вами сейчас поиграю с призр... Стой, куда упало? Давай, давай, вот... Интересно, он услышит вот это? Или не услышит? Подожди, а можно компьютер включить во время охоты? Нельзя! Почему, блядь? Не, это ж не гроза. Ладно. Так, пошел процесс. Давайте дальше. Сколько осталось? Одна? Одна вроде, да? Нет, две. Окей, колесо фортуны, блядь, он включил телевизор. Дурак! Последняя карта. Башня! Пизда, пизда. Надо убегать, блядь, а как? А как убегать? Ладно, смотри свой телевизор, мне похую. Абсолютно. Похуям. Я ни одного благовония не потратил. Ни одного благовония за игру не потратил. Так, морой, снимки все, кость найдена. Вот это все? Отлично. Должно быть, должно быть хорошо. Ну, это ж морой, да? Да, это морой, фух. Это морой. За задание по 25, 225, потому что идеальное расследование, и 2100... 2355 и блокнот открыл. Блядь, не посмотрел там на штуки, ну и на срач, в принципе. Там ничего особо интересного, думаю, не было бы. Блокнотик сюда. 3000 стоит. Это пригодится. Блокнот нынче сложно получать, да. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.